Приветствую вас, Олеся. Если посмотреть на вашу ситуацию, на вашу проблему, то выглядит она следующим образом. Вы жертвуете собой ради того, чтобы помочь своей маме, чтобы иметь возможность оказывать сопротивление бабочкам. Значит, мама дерганная, раздражительная, срывается на вас и на вашей дочери. Кстати, что с вашим мужем? У бабочки нет мужчины, у мамы нет мужчины, а у вас как отношения с мужчиной складываются, наверное, тоже не очень. Значит, срывается мама на вас и на дочери и на дочь вашу дерганная, раздражительная. Из-за чего? Из-за чувства вины, из-за невозможности сказать «нет, бабочка». Соответственно, бабочка этим чувством вины манипулирует. Ну, тоже из страха одиночества, конечно же, но суть как бы немножко другая. Так вот, чувства вины, свойственные вашей маме и являющиеся основой для такого ее поведения, присущие вам только уже перед мамой, перед вашей мамой. И вы обе, как бы, находитесь в зависимых отношениях, которые описываются достаточно хорошо в треугольнике Карпмана. Стивен Карпман, американский вечерин и автор, значит, последователь знаменитого, значит, создателя продактного модали, Эрика Бёрна. Чувство вины делает вас зависимым. Ну, не только чувство вины, но еще и жертвенность, а именно нежелание, невозможность, запрет на личную ответственность. Вы почему-то считаете, что ответственны за проблемы, которые происходят с мамой, и вы считаете, что сама она не справится. Но до тех пор, пока она, мама, то есть, нуждается в вас, пока она опирается на вас, она не найдет мужик. Это, кстати, зачем уж, то есть, получается, искать человека только потому, что тебе тяжело. Ну, это немножко, мне кажется, странно, и такие отношения, на мой взгляд, вызывают вопросы. И подозрение в том, что человек при таком раскладе не воспринимается как личность, а больше воспринимается как средство. Что, на самом деле, не удивительно, если учесть, что и бабочка, и, скорее всего, ваша мама, и, скорее всего, вы воспринимаете как средство окружающих вас людей, в том числе, мужчин. А мужчины, вообще-то говоря, плохие, скорее всего. Значит, мама, пока вы рядом, не захочет ничего менять. Потому что, бессознательно, таким образом она удерживает вас рядом с собой. Палец, это неприятно, но это так. Она делает то же самое, что делает и ваша мама, и ваша бабушка, точнее. И ее мама, она делает то же самое. Пускай дальше этого, может быть, не осознает. И ключевой момент заключается, что я должна помочь маме, избавиться от опеки бабушки. Только вот, хороший достаточно вопрос, как мне кажется. А почему это, ваша ответственность, остались? Ну то есть, почему вы, по факту, взваливаете это на себя? Почему вы считаете, что за этот вопрос не вы? За то, что бы ваша мама, например, была счастлива, счастлива. Ведь если ваша мама не счастлива, если она выбирает, например, не быть счастливой, допустим. Разве это не ее выбор? Разве это не выбор вашей мамы? Ну, такой мир, такую реальность, где каждый человек сам решает, как ему жить. Такой мир, такую реальность вы признать, к сожалению, не можете. И, как я думаю, именно из-за этого у вас возникают серьезные, достаточно трудности с тем, что... Чтобы сохранять, какой-то вот, ну, какую-то, какие-то, личные границы. То есть, вот, чтобы, ну, как-то хоть, жить своей жизнью. Вот. И если вы посмотрите внимательно на эту ситуацию, если вы посмотрите внимательно на то, что сейчас происходит, вы увидите, что, в общем-то, у бабушки нет личной жизни. Потому что она, вероятно, была привязана к твоей матери неотличной жизни. Потому что она привязана к твоей бабушке и воюет с ней. И у вас тоже нет личной жизни, потому что вы также привязаны к твоей маме. Это ваш семейный сценарий. И семейным сценарием, в том числе, нужно работать. Нужно работать, чтобы вы смогли эту проблематику решить, чтобы вы, конечно, могли освободиться. Для этого необходимо начать, как мне думается, мыслить несколько, ну, несколько, более реалистично. Сейчас вы на полном, ну, на полном, на полном серьезе пытаетесь сказать мне, что вы можете спасти, и помочь взрослой женщине, да, решить свои проблемы. Можете, ну, сейчас вы пытаетесь сказать мне, что вы можете помочь взрослой женщине в силе сложности. Ну, здесь вы, на мой взгляд, много на суда берете. Слишком много, я бы сказал, на суда берете сейчас, как мне кажется. Потому что взрослой женщине без ее согласия и без ее фактического желания, вот, вы не сможете. А вы пытаетесь это сделать. Потому что если этого не делать, потому что если этого вы не будете делать, то что произойдет. Вот, просто постарайтесь ответить себе на этот вопрос, вот, что произойдет, если вы не будете помогать твоей маме. То есть, как вы видите, здесь все достаточно просто. Вы в глубине души очень сильно обесцениваете свою маму, как и себя. Но, на поверьку, вы обесцениваете бабушку детства которой, поведение которой, вы не можете принять. Нет, не то, чтобы вы прямо должны, вы поймите правильно, да? То есть, вы не должны, безусловно, ничего, ничего. Вот, но для вас же было бы лучше, если бы вы смогли перестать видеть в той же бабушке, например, врагу. Врага, точно. Вот, это было бы гораздо для вас, лучше, гораздо для вас удобнее. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, ну, опираясь на информацию о том, что вы рассказали. Хотя, я понимаю, конечно же, что этого мало и что... Может быть, хотя бы лучшее, гораздо сравн έχει большие ваши 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 вопросы. А вот, нет, тяжело. Это было бы, конечно. Слебà то была бы на утро. Ой, тогда. А что вам надо сделать самостоятельно, решить руку Кёрпмана и решить, будете ли вы заниматься психотерапией для выхода из него, чтобы наконец остаться свободным. Вам можно помочь, вам можно помочь, но пока вы позиционируете себя как жертву, да, я боюсь, что, я боюсь, что помощь особо вам будет неэффективна. Хотя, конечно, тут опять же возможный вариант, самый разнообразный вариант, безусловно. Вот, такой ответ я могу вам дать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что из ситуации, в которой вы оказались, выход вы найдёте. Я надеюсь, что вы, ну, как бы решите, определитесь с тем, что вы будете делать. А мы вам с большой радостью, если у вас такое желание будет, поможем. Я желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok